здравствуйте друзья в очередной раз хочу поблагодарить вас за то что делитесь своими устройствами предоставляя мне их для тестирования и обзора на моем канале было бы значительно меньше интересных видео если бы вы этого не делали сегодня мы с вами поговорим об обновленной версии микроволнового датчика присутствия кара fp2 разберемся что нового относительно первой версии добавилась его функциональности это поможет вам решить достоин он покупки или нет кстати на момент публикации обзора найти этот датчик на алиэкспресс нелегко но можно в магазинах причем очень немногих он появляется в основном только по вечерам а к утру пропадает поэтому если вы перейдя по ссылке в описании не обнаружили его не расстраивайтесь просто время от времени проверяйте а также следите за постами моем телеграм-канале я стараюсь отслеживать его появление сразу об этом писать давайте приступим к осмотру и тестированию датчика а пока прошу поставить лайк этому видео тогда алгоритм youtube будут предлагать его большему количеству людей и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше модель akara fp2 rt cz cq12 lm тип многозонный датчик присутствия с сенсором освещенности принцип работы микроволновый радар доплера обслуживаемая площадь до 40 квадратных метров угол охвата 120 градусов тип монтажа настенный или потолочный есть подставка с регулируемым наклоном количество зон детекции до 30 количество отслеживаемых объектов до 5 функция обнаружения падения защита ipx 5 рабочая температура от минус 10 до плюс 40 градусов цельсия влажность от 0 до 95 процентов интерфейс и wi-fi 2 и 4 гигагерца bluetooth 4 2 питание юсб тайп си дополнительно фиксация падений при потолочном методе установки локальная работа сценариев без зависимости от облака поддержка от обновлений на будущее заявлен протокол matter поставляется устройство в белой коробке с синими надписями большая часть на китайском так как эта модель ориентирована на регион материковый китай имейте в виду при заказе на одной из сторон находятся краткие параметры мы с вами только что их проговорили вроде ничего не забыл перейдем к содержимому коробки упаковано все хорошо ничего не болтается доехала все в полной целости и сохранности вот все что нашлось в коробке комплект полностью самодостаточный ничего дополнительно докупать не нужно крепеж датчик можно устанавливать на двусторонний скотч он слева либо на металлическую площадку которая крепится к стене саморезом для этого в основании поворотной ножки устройства есть магнит это позволяет устанавливать его и без использования крепежа на металлические поверхности так как датчик является активным устройством это по сути радар но слишком мало мощность чтобы как-то навредить вашему здоровью то ему необходимо постоянное стационарное питание для этого в комплекте есть usb usb type-c кабель длиной 2 метра и блок питания с плоской вилкой инструкция разумеется тоже вся на китайском но надеюсь после просмотра этого видео она вам попросту не пригодится лицевая сторона датчика круглой формы диаметром чуть более 6 сантиметров верхней части виден датчик освещенности там же находится светодиод который включается в момент подключения устройства основа поворотной ножки кроме перечисленных но и вариантов крепления на скотч и металлическую площадку она может быть закреплена и напрямую при помощи самореза для чего в ее центре есть специальное отверстие разъем usb си расположен так чтобы подключены к нему кабель не мешал датчику не быть установлены под нужным углом не быть полностью сложенным на самой ножки находится наклейка с qr-кодом для home kit на боковой стороне находится кнопка при длительном удерживании которой датчик можно сбросить заводские установки при этом диод на фронтальной части будет мерцать желтым вот пример как может быть повернуть датчик угол охвата радара напомню 120 градусов с подключенным кабелем он как бы прячется в этой выемке и не мешает датчику сложиться это пригодится например при установке на потолок в этом случае датчик сможет работать в режиме обнаружения падения имеется ввиду реагировать на то если кто-то упадет сравнение с датчиком первой версии он поменьше размером и иметь несъемный кабель питания благодаря магнитному основанию они отлично держатся на металлической дверце холодильника ссылки на обзоры этого и других датчиков вы найдете в описании после подключения питания датчик входит режим сопряжения это видно по мигающему желтым светом диоду если этого не происходит сбросьте его длительное нажатием на клавиш подключать устройство буду в базовое приложение akara home у меня установлен регион материковый китай так как датчик ориентирован именно на него нажимаем справа сверху добавить аксессуар попадаем список устройств он кстати полезен тем что позволяет понять если нужное вам устройство в используемом регионе и дальше через строку поиска находим akara fp2 мастер подключения просит убедиться что на датчике мигает желтый диод подтверждаем после чего запускается поиск устройств на этом этапе обмен данными происходит по bluetooth он должен быть включен и телефон должен быть недалеко от датчика после его обнаружения нужно указать какой сети он работает диапазоне 2 и 4 гигагерца ему подключаться далее будет запрошено разрешение на подключение к точке доступа датчика для отправки всех параметров при обмене данными цвет диода с желтого поменяется на синий если все прошло правильно мастер подключения выведет сообщение о успешном подключении списке устройств героя обзора будет отображаться и как датчик присутствия и как датчик освещения и как сенсор падения сейчас будем совсем разбираться подробнее сразу после подключения система просит обновить прошивку причем отмечает что это важное обновление по опыту предыдущих устройств такого рода могу сказать что это точно не последнее обновление и думаю что через какое-то время придется снимать еще одно а может быть и несколько видео сначала датчик спрашивает в каком режиме ему работать его можно будет потом заменить настройках первый самый простой как у обычного датчика присутствия второй мультизонный и третий для обнаружения падений начнем с первого датчик просит походить перед ним для автоматического определения границ комнаты далее будет автоматически настроена зона интерференции имеются ввиду те места где возможно обнаружение ложных сигналов там где есть вентиляторы кондиционеры растения для этого нужно временно покинуть зону нахождения датчика как людям так и домашним животным вот так выглядят объекты который создает этот датчик на панели управления умным домом тут три разных сенсора присутствие освещения и падения базовый режим не подразумевает деление на области есть кто-то в зоне действия радара присутствие обнаружено если никого нет то и присутствия нет но для такого режима можно купить датчик попроще и подешевле плагине также можно увидеть журнал срабатывание датчика кстати по моим ощущениям ловит точно и быстро есть история изменения освещенности данные кстати передаются с высокой частотой если рекомендации по установке датчика для текущего режима работы меню настроек большая часть параметров стандартные такие как смена локации проверка версии прошивки вывод иконки на рабочий стол все самое интересное в меню дополнительных настроек здесь можно поменять режиме настройки обнаружения напомню их 3 обычный рекомендуемые мультизонный и обнаружение падений этот режим работает только при потолочной установке датчика есть отдельные настройки для чувствительности радара ее надо повышать например для работы через препятствия дальности в зависимости от размеров помещения где его планируется использовать и детекции падения теперь рассмотрим основной режим работы датчика мультизонный у него есть свои параметры которые включают себя возможность определения стороны в которой обнаруживается присутствие и зависимость от положения датчика перевернут он или нет можно установить автоматическое определение меню настройки зон позволяет кастомизировать карту датчика которая состоит из 320 клеток которая можно разделить на 30 зон обнаружения можно выбрать использование шаблона который потом адаптировать под себя установить объекты вручную нарисовать сами зоны как я и сказал их может быть до 30 каждая зона может состоять как из одного так из нескольких сегментов их можно определить как зона детекции зона шума край и выход зоны могут быть и произвольной формы при создании множества разных зон каждую из них нужно создавать и сохранять по отдельности если вы выделите несколько локаций сразу они сохранятся как одна зона можно просто перемещаться в разные места смотреть как это отображается на карте и соответственно создавать зоны на картинке справа я отделен от датчика межкомнатной стеной для зон шума доступна опция автоматического определения но перед этим нужно чтобы в комнате с датчиком никого не было при желании на карте можно размещать различные объекты мебели но на логику работы это не влияет просто дополнительная визуализация для красоты датчик может обнаруживать до пяти объектов одновременно и могу сказать что это работает более-менее точно обнаруживает как людей так и животных моем случае это небольшая собака сравнимая по размерам скотом причем не крупным вес примерно 3 килограмма иногда замечал что датчик отображал меня сразу двумя метками тонкий намек на раздвоение личности непонятно для большего понимания логики работы каждая зона детекции именно детекции ни края ни дверь ни зона шума это что-то вроде отдельного логического датчика присутствия поэтому если есть необходимость понимание или запуске автоматизации в зависимости от того какой именно зоне обнаружено присутствие создаем их по отдельности задаем им имена и можем раскрасить в разные цвета вот пример созданной карты тут 6 зон из которых 3 детекции а 3 это шум дверь и край с логической точки зрения для системы это три разных датчика присутствия для рабочего места диваны и зоны телевизора и сейчас самое время разобраться с автоматизациями датчик предназначен для работы в разделе триггеров если и с точки зрения системы является генератором событий вариантов тут много но по сути своей они сводятся к обнаружению присутствия состоянии никого нет кто-то пришел ушел все то же самое в зависимости от продолжительности этих событий направление куда и откуда и так далее кроме этого можно создавать автоматизации по данным сенсор освещенности а также совмещать эти значения вот созданные мной три зоны для каждой из них можно делать разные автоматизации например за рабочим столом включать настольную лампу а на диване подсветку на стене причем разделять не просто по наличию присутствия там но и потому кто-то пришел или ушел из этой зоны кроме этого можно задать параметры времени которое нужно находиться либо наоборот отсутствовать выбранной зоне как и сказал с точки зрения построения логики каждая зона это отдельный датчик и они могут работать в разных автоматизация всего можно создать до 30 логических датчиков к этим автоматизациям или отдельно от них можно использовать данные сенсор освещенности например чтобы включать освещение не просто по движению только в том случае когда освещенность ниже нормы еще раз для проверки на скриншоте слева создана четыре зоны по одной каждого вида в автоматизациях видна только одна зона детекции добавляем еще одну зону детекции и она тоже становится доступна для создания автоматизации чтобы убить сразу двух зайцев проверить работу в приложении дом от apple и home assistant я использую интеграцию home kit controller она работает абсолютно аналогично все что будет показано в ней будет показано и в родном home kit вообще датчик автоматически появляется в разделе интеграции как устройство home kit controller после получения ip адреса в сети если вдруг этого не произошло то ищем по названию вручную вот интеграция обнаружила его вместе с одной из лампочек елайт выбираем его и подтверждаем если датчик уже есть у вас в интерфейсе нажимаем кнопку настройки следующее окно вводим цифровой код с наклейки где изображен qr-код для подключения к home kit это все датчик появился в системе зависимости от облаков тут нет так как home kit это локальный протокол на данный момент в этой интеграции у меня три устройства шлюз xiaomi gateway 3 проводной шлюза туя и герой обзора система показывает 6 объектов которые входят состав этого устройства кроме кнопки идентификации по нажатию на которую диод на датчики мигает синим цветом чтобы его можно было определить среди нескольких одинаковых тут появилось несколько датчиков присутствия сенсор освещенности хотя датчики реагировали на присутствие меня смущало их количество больше чем созданных мной зон детекции я удалился созданные зоны перезагрузил интеграцию несколько датчиков перешли в состояние недоступно я их удалил осталось два при этом в приложении не было ни одной зоны судя по моим наблюдениям эти датчики работают синхронно создал новую зону детекции датчик в home kit появился практически сразу после ее сохранения в приложении я даже не успел выйти из редактора для того чтобы он начал работать нужно перезагрузить интеграцию добавил три дополнительные зоны шума края и выхода это не повлияло на количество датчиков системе тут логика сохранилась добавил еще одну зону детекции новый датчик тут же появился в списке объектов устройства перегружаем home kit controller все довольно быстро и удобно делается из меню интеграции я сейчас нахожусь в первой зоне детекции и меня видят два сенсора которые появились по умолчанию и сенсор соответствующий первой зоне вторая зона меня не видит создав то количество зон которая вам нужна для комфортной работы вы получите отдельный логический объект на каждую из них те две которые есть по умолчанию можно скрыть я полагаю что они активируются на любое присутствие в зоне действия датчик а скорости передачи показаний представление даст это видео я просто прикрывал рукой датчик освещенности включал свет видео в режиме реального времени сенсоры присутствия также срабатывают без видимых задержек помним что home kit работает локально без облаков этот датчик один из самых интересных что попадался мне как минимум последнее время его возможности которая постарался максимально подробно показать в этом видео вполне объясняют его стоимость будучи размещенным в правильном месте он способен заменить сразу несколько датчиков движения или присутствия этому также способствует то что микроволновый радар работает сквозь стены режим падения пока током протестировать не удалось ввиду специфики его размещения на потолке целом датчик мне понравился думаю что по мере обновления его прошивки буду собирать материал для новых видео про него на этом все надеюсь что видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки это поможет другим людям найти это видео если вы не хотите пропускать новые обзоры подписывайтесь на мой канал в описании я оставлю ссылки на магазины где мне встречался этот датчик но имейте ввиду что он по крайней мере на дату выхода видео бывает не часто и только по вечерам кроме этого там же вы найдете ссылки на обзоры упомянутые соответствующие этой теме мой телеграм-канал страницу facebook и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы присоединяйтесь будет интересно спасибо за внимание до новых встреч всем мира и